Записываем. С красной строки. Посыпали черный хлеб. Чтобы не впасть в ступор во время написания текста в официальном стиле, все руководители пресс-служб должны опираться на правила орфографии и грамматики. Сегодня участники тотального диктанта смогут применить все знания на практике. Ведь диктант пишут не только в школе. В рамках всероссийского мероприятия по повышению квалификации среди руководителей пресс-служб одним из ключевых моментов стал тотальный диктант. Организатором которого выступил Московский финансово-юридический университет. Конец предложения. Читаю еще раз то, что вы записали полностью. Расставляйте знаки припинания. Масштабы события не могут не радовать, ведь приехали представители даже самых дальних уголков России. Ингушетия, Калмыкия, Иркутск, Ставрополь, Новосибирск, Ульяновск и Карелия. Настроены все были решительно. Все обучения, которые проходят в рамках всероссийского совещания и семинара, обязательно привлекаются мы в ведущие вузы страны. Ваш вуз мы также причисляем к ведущим. Поэтому мы всегда обращаемся за помощью к вашим преподавателям, профессуре. Посмотрим, как пройдет. Это первый опыт вообще в истории пресс-служб. Такого еще никогда не проводилось, поэтому это первый опыт. Я думаю, что он будет успешен. И я думаю, что мы будем обязательно это использовать в будущем. К подбору текста организаторы отнеслись со всей серьезностью. Было предоставлено четыре варианта, из которых выбирали самый подходящий и весьма непростой текст. Главной фигурой всего мероприятия, кто должен был читать диктант, стала кандидат филологических наук, преподаватель кафедры журналистики и пиар в МФЮА Любовь Петровна Гогина. Со всей ответственностью Любовь Петровна отбирала тексты и остановилась на фрагменте из своего любимого фильма «Место встречи изменить нельзя» по роману братьев Вайнеров «Эра милосердия». Этот текст невозможно найти в интернете в печатной форме. Надежда лишь на собственную грамотность. Смысл основной. У меня был такой вот посыл внутренний. Любой текст, любой диктант, он имеет внутреннюю дидактику, воспитательный характер. Передо мной, я знала, будет очень солидная взрослая публика, которых воспитывать не нужно. Они прекрасно воспитанные, состоявшиеся люди. Мне захотелось возвысить значимость этой профессии. Мне захотелось этим людям сказать что-то приятное, потому что действительно мы представителям тех людей, которых называют братья Вайнеры карательными органами, мы им очень благодарны. Руководители со всей внимательностью слушали преподавателя, записывали оперативно и профессионально, вовсе не отвлекаясь. Подлинные эмоции участников нам удалось узнать лишь после написания последнего предложения. На самом деле я бы с удовольствием написала еще какой-то другой текст и узнала, насколько я грамотна. И если есть какие-то ошибки, то чтобы в следующий раз их не повторять. Работы тотального диктанта сразу же передали на проверку преподавателям филологических наук. По словам проверяющих, были небольшие неточности и ошибки, но в целом сдали все. Стоит отметить, что результаты полностью анонимные. Подводились лишь общие итоги по регионам и видам ошибок, на что стоит обратить внимание. Лучшие работы были озвучены отличникам, вручались дипломы и продолжительные овации зала. На протяжении всей нашей жизни мы продолжаем совершенствовать свое знание русского языка, поэтому нас не удивили наши результаты. Вам спасибо огромное за все-таки ту возможность, которую вы нам предоставили, проверить свои знания, свой уровень лингвистический. Все эти знания, конечно, мне пригодились. Сейчас у меня молодой коллектив, и я стараюсь их учить и давать не только навыки нашей полицейской профессиональной работы, но и знания русского языка передавать. Наш коллектив два года назад принимал в полном составе участие в тотальном диктанте. Отрадно, что уровень знаний был неплохой. Лично я получил тогда четверку, и вот очень приятной неожиданностью стало, что по прошествии двух лет удалось еще немножко потянуть свои навыки и получить отличную оценку. Спасибо за это МФУА. После руководители пресс-служб не спешили расходиться, ведь их ждал целый цикл лекций и встреч со спикерами. В общем, полноценный, насыщенный учебный день.